Дорогие друзья, кто еще не был на Cases4Real.com, обязательно посмотрите. На сайте падают реально хорошие вещи, а за открытие кейсов можно заработать опыт и получить забавные звания. В конце июня за эти звания все игроки получат крутые награды. Специально для вас у меня есть купон на скидку 10% к пополнению баланса. Он будет в описании. Cases4Real. Почувствуй реальный азарт. Ссылка в описании. Игру, приключения, RPG и так далее на компьютере. Мы просто вместе придумали ник. Я тогда фанатей очень сильно повысил колец до сих пор. И там был замечательный персонаж Ферамир. Ну, заменили одну букву, стало еще более созвучно. Ферамир и со смыслом звучит. Ну что, ребята, всем здорово. И снова здравствуйте. Наш боец Ферамир, чемпион. Сейчас едем, короче говоря, на Витфест 2016. Будем сегодня противостоять силам зла. Будем сегодня наказывать Азлогора. Одержим, я думаю, красивую, внушительную победу. Ничего не боимся. Готовы к бою. Тренировки прошли отлично. Вот такие перчатки у нас, ребята. Смотрите. Эверласт. Красный цвет. Цвет победы. Так что, все. Увидимся на бою уже, ребята. Увидимся на бою. Удачи нам, пожелайте. Не погибнуть в этом краю. Песня Цоя. Да. Погнали. Короче, ребят, такой скромный завтрак чемпиона. Ферамиру сегодня до боя пока есть нельзя. Так что, дядя Сережа пока покушает. Приятного аппетита и отличного дня. Тут написано. Вот так. Короче, ребят, как и обещали, вот мы с Ферамиром, короче, вот, ну, разыграем две майки, которые фирменные. Вот они с, как бы, с логотипом, видите, двусторонние. Писали, как сзади классно сделали. Креативно, да? Да, да, да. Добро пошло. С той стороны, с другой стороны, две стороны. Так что, на, тебе что-нибудь напиши. Ребятам, как говорится, сказано, сделано. Добрейший вечерочек. Вот так. Фиры и мира всем. Красавчик. Коротко и я. Да. Да. Ну и на второй тоже можно спереди. Да, может, что-нибудь другое. Давай. Каждая майка будет эксклюзивная. Да, ты вообще. Индивидуальная. Ну, потом, когда-нибудь станет раритетом, спустя годы. Кто-нибудь поставит в рамочку. В рамочку, да. Добра и вечера. И вечера. Фирменные, фирменные слова. Все круто. Здесь слово добра, и здесь добра. Сразу же, по-другому. Круто. Двойная порция. Вот так вот. А я напишу знаки равно, ну, как обычно всегда пишу. И напишу, наверное, чао. Чао, пока. Пока. А тут на другой напишем что-нибудь другое. Давай. Блин. Масля пришла хорошая. Какая, говори. Надо было, короче, сделать одну пустую майку. Ну, точнее, такую майку, да. И на ней писать, короче, чао, пока. И эту майку отдать потом Азлагору в конце боя. Да, да, да. Это тоже креативно. А здесь напишем, да, да, не удивляйтесь. Вот так вот. Все, ребята, отправим победителям 5 июня. Разыграем и отправим, как обещали. Условия, вы помните, подписка на канал. Че там еще? Подписка на, уже забыл, на группу ВКонтакте и на страницу ВКонтакте. И выявим победителя и отправим вам. Вот так. Ну, многие знают, что у меня отец тоже продвинутый в этом. И, по сути, он меня еще там, когда в игрушке там всякое, на компьютере снарядил это все по ходу. И когда мы просто играли в одну игру, ну, там, приключения, там, RPG и так далее, на компьютере, мы просто вместе придумали ник. То есть я тогда фанате очень сильно повысил колец до сих пор. И там был замечательный персонаж Фарамир. Ну, заменили одну букву, стало еще более созвучно, Фарамир и со смыслом, и звучит отлично. А я когда первый раз вот увидел тебя на просторах Ютуба, у меня почему-то сразу показалось добро и позитив. Фира – мир. А зла – город. Зло. Злища. Добро и зло. Ну, да, типа, да. Так что сегодня вот так вот. Мир, добро, вот, будет противостоять силам зла. Будет очень по миллиону, наверное, в полгода растет. Как раз вот тоже сейчас сидим, разговариваем по поводу того, кто, чего смотрит, какие каналы. Серега, ты какие каналы смотришь? У тебя сколько подписок? Мало подписок, почти никого смотрю, кроме тебя и теперь Фиромира. Преданный подписчик. Проплошная реклама. Но ты далеко не школьник. Дядя такой. Кстати, Серега у нас как охрана сегодня работает. Сегодня к нам. Действительно. Ну, конечно, что-то я только сейчас узнал об этом. Да? Да. Мне кажется, даже любой побоится подойти просто, да? Увидим Серегу рядом с нами. Там, знаешь, сейчас будет комментарий написано, мы не побоимся подойти к нему. А, ну, в комментариях-то, да. Я Лев Толстой, а на деле, да? Да, наверное. Вот так вот. А ты кого посматриваешь? Ну, я смотрю каналы, которые большинство даже не знают. Никто и не знает, да? Да, то есть такие не самые популярные. То есть не важна популярность, важен контент. Важно, чтобы с душой подходить к контенту, да. То есть если человек с душой подходит, то там хоть у него тысяча подписчиков, это не имеет никакого значения. Все понятно. Как считаешь, вот будущее за Ютубом все-таки за прямыми эфирами или вот, ну, за эмоциями, да, вот то, что... Да, за чистыми эмоциями, то есть такими нескрытыми. Я считаю, что так. То есть нужно откровенно все говорить в лицо и ничего не скрывать. И вот за этим будущее. Ну, а тема с боями, как думаешь, вообще она будет иметь продолжение или затохнет? Думаю, что будет, потому что так получилось, что вообще сам интернет это такая площадка, где все чешут языком как угодно и по любому поводу. И на интернете ничего нельзя прояснить, вот один к одному. Никогда в споре не выиграешь, потому что там нельзя просто победить. А бой он, как бы, все точки расставляет. Согласен. И личная встреча, она лучше любого будет разговора в десять раз. И я вот здесь, наверное, еще добавлю то, что ты сказал в самом начале, вот именно, как бы, честные отношения, вот эти эмоции, да, то есть для этого, как мне кажется, вот бой, он и как раз подчеркивает вот всю ненависть, наверное, к своему оппоненту, либо какую-то злобу, либо какую-то агрессию. Потому что вот проводили, например, другие каналы, да, бои и называли их, например, дружественные бои, да. Вот я, например, считаю, что дружественный бой, это невозможно, да. Кто-то писал, что это все постанова, там еще что-то такое. Но вот не знаю, с Феромиром общаясь, я просто реально понял, то, что это все, ну, как бы реально, абсолютно все реально. Реальные бои, все, реальная подготовка, все, абсолютно. То есть, мне кажется, здесь вот как бы по-дружески выйти на ринг, и я не представляю, как. Я еще не понимаю, футбольный матч может быть дружеский, там, да, окей, команда, да. Бой это бой, да. Бой это бой, изначально выяснить все противоречия, нужно так его ставить, выяснить противоречия. И уже потом будет видно, что после этого получится. Но заранее не загадаешь. Конечно. Ну ладно, короче, посмотрим, что нам принесет день грядущий. Надеемся на победу. Ну что, ребята, Питер встретил нас, конечно, такой прохладой, вот. Сейчас отправляемся на сам Витфест. Поснимаем там. В следующем видосике вы увидите сам бой. Думаю, что будет интересно, захватывающе. От себя могу сказать, что действительно Феромир, ну вот в жизни абсолютно такой открытый парень. С открытой душой, с какими-то, с добрыми помыслами, с какими-то, с хорошими, с такими целями в жизни. Вот сейчас разговаривали, конечно, там, может быть, ну, не все, может быть, можно и нужно показывать на видео. Но я понял одно то, что, ну, Феромир далеко пойдет. Думаю так. Все, ребятки, чао, пока. Продолжение следует. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин